наш эфир продолжает программа риона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он ну а теперь давайте к делам более серьезным что ли вы наверное следили за тем что происходило на саммите в частности наверное знаете что происходило на встрече у вас есть какие-то я имею ввиду байдена и путина есть какие-то оценки по этому поводу было бы интересно если вы с нами поделились значит к огромному сожалению я следил за сами там потому что если я думал до того я не думал так чтобы исправиться в настроении этого но мне еще больше использовать значит а за самим саммитом то есть что у них там происходило внутри конечно следить сложно потому что во-первых стороны не докладывают много чего да так сказать вообще-то дипломатия делал такое договоренности делал такое не всегда обязательно обнародовать там всякие там промежуточные и т.д. но тут ситуация все просто особенная потому что я так понимаю что значит наш президент я с ужасом говорю эти слова вместе наш президент а джо байден он не способен своей точки зрения вести даже то что переговоры просто ввести такую беседу а без того чтобы не забыть с кем он общается не ляпнуть что-то там путину не сказать что он президент трамп извиняюсь и я смеюсь это связь сквозь слезы у меня получается да вот кто-то написал на на значит твикаре или на фейсбуке я сейчас не могу вспомнить будем надеяться что байдер случайно не отдал путину аляску значит будем надеяться а почему я искать все это говорю потому что и откуда я знаю во первых это сказать мы все следим за байденом и видим как количество странных ошибок оговорок до называть как угодно которые он он умудряется в единицу времени да и это уже значительно перешло то так сказать смешно когда он там два раза за время речи чего это блякнул там тип того что здравствуйте дорогие жители вермонта а он вообще в это время ваю а а тут просто что называется каждые там пять минут сюрприз и тысяч какие-то вещи мы понимаешь они сюрпризы какие-то вещи вы ведь не понимаем вот что такое говорит а может быть в это время он говорит прямо противоположное чему-то что является политикой соединенных штатов америки вот значит первое что те к самой то давайте первое что совершенно поразило это за две недели до саммита стало известно что американская сторона потребовала у российской стороны чтобы ни в коем случае никаких совместных появлений путина и байдена а ну кроме называемого фото о да когда выходит два человека и просто таскать там жмут руки улыбаются и говорят хай там или что-то еще это не называется появляется фото фото опортили то есть возможность фото возможно сделать снимок даже бы разошелся по газету вот кроме этих самых фото о никаких других совместных появлений а президент россии и президент советской америке значит американская сторона не допустит и тут же сказать ошарашенное понимание того что более ста лет всегда когда главы предприятий организации тем более стран встречались там раз сколько-то лет на какие-то встречи которые так сказать вот и та и другая страна и весь мир следили как то сказать какую важную там на которой должно произойти что-то что может поменять судьбу мира да чтобы эти люди потом не вышли вместе не стали бы таскать вот пускать у три бута у микрофонов и не отвечали бы вместе на вопросы журналистов это это поразительно не происходило у тебя я пытаюсь вспомнить наверное были какие такие случаи но вот такой бомбасный как президент сша и президент россии не выходит то есть они побыли там планировалось значит как нам объяснили до четырех часов от трех до четырех часов побыли почему-то два часа то есть почему меньше обычно даже когда как бы закончились все обсуждения все равно для установления как нам объясняют личных отношений там дружеских там да 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 идет такая таскать полу трепотня там таскать а вот по этому поводу там таскать какой ваш любимый цвет а вы любите ли вы там рок-н-ролл там и того подобное значит даже когда закончили в основные дела наоборот даже закончился видела фу расслабились и поговорили этого не произошло значит два часа бу закончили а потом они разошлись по разным углам путин сразу же практически сразу же поехал на пресс-конференцию а байден почему-то задержался и некоторое количество времени значит никто его не видел за может об этом укунали в ванну может в холодильник засовывали может эту мубию положили обратно вынули другую могу я не знаю вот мы скорее всего не это просто дали ему передохнуть а за это время быстро 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 накропали речу а одновременно слушая что говорит путин что вы влечу будет значит байкала засовывать чего-то такое значит как бы ответы на то что говорит пусть а путин должен вам сказать что вот бред даже неприятно это говорить но он выглядел на фоне нашего президента как серьезный политический деятель и даже вот я выпустил вчера или вчера повода вчера видео монолог свой обычный получасовой в котором я сказал что он выглядел просто снегурочка такой вот честный положительный комсомолец ребят он же бандюга он варюга он бандюга у него не не под нет ни по локтям все все тело в крови да он он отдавал приказы убивать одиночных людей массово убивать людей вторгаться из-за него погибло невероятное количество людей включая так летящих на на пассажирском самолете и т.д. и т.п. это кошмарный убийца вот он выглядел по сравнению с байденом как серьезный политический деятель честный откровенный дядюшка который журит слегка иронично журит своего таскать визари то есть байдена во вся за всякие там обманы подлоги нарушения наших и государства и и международных законов то есть то есть тасс я слушал значит что говорил путин из семью десятью процентов этого соглашался это я понимаю что у геббельса было 80 процентов там ли 70 процентов права и 30 процентов на голове лжи это все я понимаю про это да но чтобы я соглашался с мнением путина по поводу президента америки и и сегодняшней америке это для этого должно было произойти полный переворот в америке моей голове вот значит выходит путин сереже я не слишком долго да потому что я все нормально я могу прерваться и таскать вопросы а могу таскать еще какие-то вещи рассказать которые меня ошарашили я довольно коротко попробую две-три минуты выходит путин первый и говорит полная комната журналистов он говорит значит вот я могу вам там речь столкнуться но зачем вы сами знаете чё таскать должно было происходить на нашем на нашей встрече с байтоном и давайте господа журналист любые вопросы которые вы хотите прошу вас интересует определенные темы а не то что я вам часто сказать на болтаю красиво и вперед и говорит вот там кто у нас там модератор сегодня давайте давайте спрашиваем давайте слово дается сены и бисе каким-то международным агентством голос голос по-русски значит голос канады по-русски там пару известия там кто-то еще то есть абсолютно разные разные люди кто-то из арабов спросил кто-то еще то есть вот кто же называется поднимал руку там были известных с китом всяких агентствам и прочее да и мы давали слова они атаковали путин действительно атаковали там значит говорит говорили вещи которые никогда в жизни у нас в америке не боевую ли клинтону и клинтон не клинтону не клинтонше не задавались а именно у вас тюрьмы полны вашими оппонентами там ваших они умирают или они убегают за границу ответьте на вопрос почему таскать почему у вас так по гора вы позволяете попирать так права человека когда байден когда путин что-то отвечал значит спрашивал модератор у этого вы не ответили почему у вас тюрьмы наполнены этими самыми точно не божали и это позволялось и он отвечал а это господа чтобы вы понимали да путин еще раз кровавый убийца но выглядел нормально по сравнению с байденом теперь бросимся на байдера на секунду прошло еще какое-то время и наконец закончилась как раз конференция у путина и в этот момент дописали текст по этому байдер вышел и на 20 с лишним минут он зачем нуднейший текст который он мог бы зачесть и до этого самого о том как он сказал владимиру и он сказал владимир посмотрел ему глаза и он вместе и они отдельно и теперь больше и прочее после чего этот длинный нудные речи байдер смотрит на бумажку лежащую перед ним и говорит а где здесь сейчас фантазирует искать и имени не помню да где есть джош но поднимает глаза один из журналистов поднимают руку будет окей давай спрашивай то есть как это заранее заготовленные журналисты задается вопрос без зубов просто на который циклит на уровне такой цвет вы больше всего любить какую мелодию вы таскать больше всего любите любите ли вы битлз на таком уровне вопроса на значит он отвечает этому же человеку дается второй и третий раз задавать вопросы тот закончил спасибо байдера пускают глаза и где здесь элизабет там такая это поднимает или забыть поднимает руку она задает свой вопрос и байт он смотрит вниз и начинает по шпаргалке отвечать на этот вопрос и таких вопросов 4 после этого пресс-конференция понятно медленно начинает заканчиваться и тут на журналисты взрываются они пришли для того чтобы на спектакле сидеть они пришли то что спросить вопроса ну хорошо иногда мне удастся иногда тебе но это так сказать журналистской круг который привык задавать вопросы они начинают руки вперед тянуть кричать чего-то один кричит что-нибудь расскажите что там случилось какие-то изменения путин на что-то пошел там и тому подобное значит 45 вот таких выкликов байден поднимает голову смотрит на журналистов и говорит а если вы сами этого не понимаете вы не достойны называться журналистами и уходит и уходит вот и говорю вот когда оба был до было неприятно было горько а сейчас при байдене просто стыдно просто стыдно но кстати вот этот момент когда он достал списки и прокомментировал вот тут мне приготовили список журналистов он прям сказал это в микрофон вот тут приготовили список журналистов и начал вызывать по списку кто пригодил еще одна вещь который обязан упомянуть и потом таскать пожалуйста любые вопросы а было очень было много моментов от которых но я просто я бы эти я для много лет уже как бы участвую слежу комментирую пишу тому подобное где нить я думаю там еще во время моей жизни в израиле меня начало интересовать политика это таскать на стороне бедно сторону беги нас присоединился и прочего с тех пор уже таскать ну сколько там да наверно там 78 года много лет я слежу за основными событиями основными происходящими рекоменда я чё-то могу читать между срок там уж правильно может неправильно да чё-то могу предсказывают там там у себя в голове таскать я обычно говорю я не кассандра вот мне кажется то-то то-то и то-то да вот вот очень редко когда меня охватывала жгучее чувство стыда вот в тот момент когда я выяснил ибо это об этом сам сказал я обратился к владимиру или пусть нашли повреда и сказал ему что не надо больше кибер атаки вести против наших предприятий и я дал ему слушайте сюда список организации против которого я прошу его не вести а так я хочу чтобы зрители слушатели наши вы поняли что произошло президент сша просит президента россии не нападать на 16 по слухам был список из 16 не нападать на 16 организаций сидят и штатами я не знаю как дальше надо ли что-то объяснять потому что вот в этот момент меня охватила жгучее чувство стыда и чувство ошараживания как помощники байдера могли такое придумать вы понимаете что это предприятие сейчас станут самыми главными будет понятно но сам факт попросить руководителя другой страны не нападать это же самое что пожалуйста не бомбите вот эти объекты да вообще мы не разрешаем вас нас бомбить но сбрасывать ракеты на эти объекты мы просим ваш по человечески не делать это даже сложный коменте поскольку это не укладывается в голове на самом ника даде как вот я я хотел сказать объяснить а потом подумала как можно это объяснить как можно вот такое вообще объяснить естественно значит путин сказал пусть он говорил вот давайте ваши вопросы или вопросы от 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 зрителей а то я таскать могу нет это замечать нет нет это замечу вы даете нормальную оценку объективную того что происходило я думаю что большинство американцев отреагировали именно так за исключением может быть средств массовой информации которые поют ему асану говорят восхищаются восторгаются достижениями внешнеполитическими байдена исходя из результатов этого саммита ну кроме того что это был действительно стыд позор что касается помощников я не знаю начинает закрадываться впечатление сомнения а делают ли они это специально вот выставляя его в таком абсолютно идиотском виде или это просто идиоты окружают его а я думаю что нет я не думаю что специально потому что они бы сказать я не верю что специально целый ряд не хочу углубляться целый ряд вещей которые люди получили определенные позиции неизвестно какие позиции они получат при изменении статуса таскать тому подобное приход камалы законно никто другой прийти не может ну 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 честно говоря не верю что у камалы такой ты сказать там такой отряд на нее работает что прямо подставляет байтона а теперь я думаю что они либеральные кретины а что это значит либеральные не смысле таскать либер да таскать а вот в том которого в америке давайте называть их левыми поскольку они скорее левые нежели они так далеки от либерального розовый я сказал либеральный сразу же подумал опять сыскать терминология подменяется такие розовые слюняв чеки а восторженные которые думают что если отнять у богатых и поделить между бедными то все будут с этого момента жить хорошо вот на том же уровне если ведь путин наверное у него детство было тяжелое поэтому вот он там убил там столько миллионов человек из его погибло да вот устали на там детство было там у троцкого детства было то ульянова ленина детство было дорого да вот путина там тяжелое детство там плохой секс там что-то еще и поэтому но если мы ему все объяснили ведь он же тоже хочет мира вот на этом уровне я думаю у них сознание и и и действует при этом единственное что они знают хорошо это выкорчевывать ересь из то что ленин сделал до пришел к власти и тут же начал калечить убивать сажать стрелять я не знаю и тому подобное всех тех кто мог ему помешать удержаться в этой власти . вот и да да еще один результат этой встречи байден оказывал на путина такое жесткое давление в частности по украине что сегодня правительство приняло решение заморозить в помощь украине в размере 100 миллионов долларов в том числе военную помощь и мне еще раз хочется задать вопрос этим стратегам этим так сказать людям которые молились на байден и которые ненавидели трампа и говорили о том что ну вот сейчас байден мы голосуем за байден и байден придет и он путину там хвоста прижмет и в украине все будет вот хочется взглянуть глаза причем мы с ними разговаривали иногда дискутировали иногда я получал угрозу в свой адрес в связи с моей связи с тем что я предсказывал что будет хочется вглянуть глаза и спросить ну что как она как она сейчас вот сережа мне честно придет наплевать как люди ошибались и ошибаются и мы ошибаемся я ошибаюсь там достаточно часто чаще можете многие другие потому что я там много говорю поэтому часто оживаются мне важно не то чтобы они что называется сказали ах да я был не прав и там завопили там посыпались пеплом и а в том чтобы они начали пересматривать свою позицию по отношению к говорит мне когда говорится все безумно красиво но чем делается и к акция когда люди делают а говорят может быть не то что им хочется ведь ведь это же полный бред я я помню как трамп сказал ну как можно с чеком который придешь на переговоры до этих переговоров и во времени сразу же пошли говорить что там сволочь убийца прочее прочее зачем смысл какой ты не хочешь оскорбить ты хочешь с ним договориться и у тебя искать из своей практике из своей жизни да я искать таких больших дел как трамп что называется не делала у меня была компания в свое время сказать международная там 20 тысяч человек там трудилась в ней и мне приходилось общаться там ну там на уровне какой-то власти на уровне других компаний прочее прочее ну как можно было обзывать человека идя на переговоры даже если я знал что он бандит я знаю что он бандит дальше что мне нужно с ним договориться о том чтобы сказать вот этот склад а мы могли туда складировать на склады им принадлежат я должен был идти на эти переговоры садиться улыбаться пить коньяк дружить я не собирался что называется семьями общаться ты собирался но ты ведешь цивильную дискуссию ты знаешь в уме знаю что этот бандит человека поэтому не даешь возможности не веришь ни одному слову не даешь возможности сказать повернуться спиной эти шутере удалили да но ты ведешь цивильную дискуссию а если ты сказал что он убийца и подобно как ты едешь потом к нему он же даст тебе то что тебе нужно на переговорах никогда в жизнь поэтому абсолютно всегда правильно личные взаимоотношения в этом смысле имеют играют очень важную роль потому что в мир обама с натаньяву обама ненавидел но это очень мешало взаимоотношения израиля и америка поэтому личные взаимоотношения очень важны я не понимаю как можно было перед тем как ты едешь на встречу собираешься предложить встречу ты начинаешь говорить он убийца бездуховный я его это сказал он знает а он мне ответил что единственный кто его хорошо понял но прекрасно понимаешь это вранье пол после чего через неделю звонить тому же путину объяснять ему что это не совсем так или совсем то что он сказал и просить встречу я это зазеркалье как можно себя вести так но народу нравится ты смотри какой смелый он сказал а путину что он что путин убийца обратно он байдов при этом отдал ему украину у кого-то есть сомнения пришли его от делюжинал да у него таскать глюки в мозгах да посмотрите посмотрите на мир снимите розовые очки встречу происходит включая таскать отмену там военной помощи и того подобное было выделено на 250 миллионов долларов по 1 по 1 февраля может самом конце января боится снял 180 миллионов из этой помощи украины сказав а пока они не победят коррупцию то есть когда ли там победят коррупцию черной из двух либо ты борешься с коррупцией либо ты борешься с россией либо ты защищаешь украину по договору будапештского меморандума которые вы как бы обязались кроме того байтон за сделал гениальное заявление он сказал что он поддерживает суверенитет украины а фраза полная не это америка все время говорила мы поддерживаем суверенитет украины в границах установленных будапештским меморандум байтон дропнул то есть сбросил конец этой фразы что для путина естественно звучит как суверенитет украины окей западной украины а восточную можно хавать тем более что у путина значит на на южной границе украины стоит техника и готовы ты спит к войскам подошли в в значит с правой стороны смотреть на карту крым значит там а стоят было 20 тысяч а 45 тысяч солдат наверху а в середине августа в середине августа начинается учение запад-запад это белоруссия с россией то есть будет введено огромное количество российских сквозь теперь уже на северную границу украины а если смотреть на карту то слева черное море значит там стоят десантные суда которых никто не отгонял и которым можно быстро подогнать десантников и сказать высаживать десант украину как раз то место где приблизительно 30 35 процентов всей электроэнергии украинской производится откуда идет вода в значит сторону крым вот если все это посмотреть и учесть если посмотреть что путину дана возможность с 15 начиная августа отключить газопровод который идет в украину пожиле 15 августа обе ветки северного потока 2 ветка а и ветка б начинают действовать вы можете включить этот газопровод и выключить тот я просто так не потому что там хочется голову нету не хочет удушить украину ремонт произвести датушить взорвется сломается и тому подобное вот как можно на все это вообще не обращать внимание и говорить что у байден за украину вот вот трамп он украину продавал он с путиным дружил дружил с пути так его зажал что пусть он терял огромные деньги пришел байдер путин только в этом году только в двадцать первом году получит на 50 миллиардов долларов больше от продажи электропросителей чем получил бы если бы продолжалась политика травм ну какие нужно быть идиотом предвзятым для того чтобы все это не видеть я не знаю давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся продолжим если будут вопросы пожалуйста звоните возвращаемся к беседе лиц леоном айнштейном телефон в студии по прежнему 847 400 5200 для ваших вопросов и еще одна деталь которую мне хотелось бы упомянуть а вы может быть прокомментируйте по итогам этого саммита байден заявил что его благодарили члены руководители стран членов нато я думаю что он в этом смысле в этом случае не солгал я вполне допускаю что простите а и что сейчас они чувствуют себя гораздо более уютно нежели при трампе потому что трамп такой сякой плохой будучи избранным президентом соединенных штатов америки они всего мира как трамп справедливо заметил он заставил страны члена нато исполнять свои обязанности по договору то есть платить те деньги которые они должны платить а сейчас а эти почувствовали в вольницу сейчас опять идиоты американцы будут оплачивать безопасность европейских стран членов нато я думаю что дел даже не в этом потому что руководство этих стран очень вторично беспокоиться о бюджете то есть его беспокоит естественно и тому подобное но это вторично первично это и собственный карман и с трампом был жуткий страх того что того что они потеряют те доходы которые они безусловно имеют либо на приводом либо на кривую уже называется либо прямо либо косвенно от той деятельности которую россия сегодня ведет по их территории я не могу поверить что европейские страны разрешили северный поток 2 прекрасно зная что северный поток 1 загружен от 30 до 50 процентов свои возможности и там еще можно гнать и гнать и гнать и все в порядке разрешили его провести понимая что это способ удушения той самой украины из-за которой они якобы таскетом санкции врача ведут без того чтобы у них не было какая-то заинтересованность в этом является заинтересованность финансовой прямой либо какая-то поддержка каких-то там кругу либо это боязнь каких-то разоблачений которые может быть таскетом известный кому-то я не знаю я не знаю что но преддание только было таскать последняя которую не начал поймать нельзя было да значит все эти страны согласились участвовать в этом проекте зная что это политическое и экономические проекты зная что а таким образом россия снова строит ну практически советский союз да и возвращает славянский мир до огромного соседа рядом агрессивного иметь без того чтобы они ничего за это не получали я просто представить вам ну и давайте чередовать так скажем белые черные и белые вы знаете что были попытки заставить агентство на такие агентства религиозные которые занимались усыновлением детей ну оформляли документы подыскивали семьи и так далее их пытались заставить помещать этих детей в всеми в однополые семьи вот верховный суд рассмотрел это дело дело дошло до верховного суда и верховный суд принял решение что не имеют права органы власти заставлять христианские вот эти агентства помещать детей в всеми с однополыми партнерами это положительное но кроме положительных есть еще одна вещь которая наверное все больше набирает обороты и все больше получает сопротивление это продолжается по сути дела продолжаются ожесточенные баталии вокруг критической расовой теории я справедливо считают одним из столпов современного либерализма но я бы сказал лифтизма а в основе этой теории лежит идея о том что все социальные проблемы нужно рассматривать в расовом контексте и они просто поменяли слово класс на слово раса и все да но от этого есть проблема скажем отдельный скандал разразился вокруг военной корпорации лохит мартин уже четыре года подряд заставляет свой этот эта корпорация заставляет своих сотрудников посещать курсы расового переобучения это объясняет обилие проблем с техникой например истребителями f-35 раз инженерную работу начинают замещать такими курсами политинформации и но в общем и в армии и я меня больше всего беспокоит школы и армия школа это дети которые представляют наше будущее и которые не с не сформировавшись психологии психикой и сознанием и им начинают вдалбливать вот эти теории безумные в головы а вот что касается армии это последний институт по моему который которому американцы доверяли потому что спецслужбы и тому масса причин и поводов не доверять они лишены полностью довериями и виду и и цру и фбр и фбр в первую очередь значит ну вот что касается они пытаются сейчас разрушить армию большевики в свое время разложили армию потому что было понятно что армия будет сильно то никакой революции не приведет то есть все не повторяется все так сказать но в истории всегда все дело в том что мы психология это одна и та же люди не поменялись за последние там 5-6 тысяч лет никак до того просто не знаем но вот за период когда описанной библией скажем история человеческую мы знаем оттуда а ничего не поменялось и мы точно также обижаемся точно также нас легко обработать и точно также раз легко обмануть то есть легко собрав толпу повести на любое страшное кровавое ужасное дело и люди будут абсолютно не в себе есть технологии все они улучшаются они становятся все более более массовыми но как принцип все одно и то же естественно до телеграф почта телефон разложение армии огромное количество вранья вбросы в среду молодежи молодежь ведь всегда на ней нужно воевать с кем-то проявлять себя это наш человеческий такой таскетом психологический таскет момент у нас есть что когда мы там 4 13 14 17 лет и нам нужно утверждаться нужно отрицать все что было раньше и очень легко подхватить смотрите ленину владимировичу было сколько таскать 17 лет когда он пришел в революцию в идеологию его брату александру который покушался на на царя 21 а троцкому было вам 20 лет стали ну было вам 14 лет когда бандитство он пришел революция в те времена то стоит было бандитство а эти все люди и все остальные всякие там я не помню когда зиновьев каменер там и тому подобное там плеханов я думаю студентом а потому что он все-таки он все-таки марксист марксист классического толка который говорил что невозможно сделать революцию и и ввести там социализм в одной отдельно одетой стране потому что искать жизнь будет в этой стране значительно хуже чем жизнь при скажем других там царизм и капитализм и прочее прочее люди смотря на то что у нас уже у них лучше естественно будут хотеть обратно и поэтому он как и марс говорили только одновременно захватив власть во всех основных искать индустриальных странах мира там европы в это время плода только так можно построить социализм а вот эти все бандюги главное было до власти ворваться и поэтому ленин придумал что можно построить социализм в одной отдельно одетой стороне если у тебя есть такой инструмент как вы чека это его слава если вы теперь всем порядка и чека да значит если если у тебя есть вы чека хорошо работающие то значит люди не будут не знать о том же и другая жизнь бояться открыть рот искать страшится таскать засыпать и просыпаться там бояться рассказать анекдот бояться засмеяться там и т.д. и т.п. то есть вот и сегодня сегодня наши не уважаемые мной руководители нашего государства и же с ними глобалисты идут абсолютно абсолютно сто процентов той же самой дороге разложения сознания у нашей молодежи разложения сознания у всех тех институтов так называемых включая армию там разведки и тому подобное которые могли бы каким-то образом воспрепятствовать тому что то очень пытается добиться именно добиться к строго двухступенчества общества в котором одна каста это порвота а вторая так называемые слуги народа которые живут за виртуально таскать за стенами и питаются по-другому и у них другая свобода как они другие способы выражения себя их другая кремлевская больница и у них другие магазины под названием там березка или там как-то еще до топорок мой а то есть идея глобалистов это создание общества где часть поселения 35 процентов 2 процента не знаю как я там считаю которые будут хозяева жизни будут получать от жизни все остальные будут мерлоки как когда-то написал этот самый уэлс повода если не ошибаюсь мерлоки которые будут жить под колпаком и будет даваться за хорошее поведение будет даваться кусок сладкой там чего-то слюны давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день спасибо за передачу и подскажите какой хотят хотят провести тест байдену хотят здесь есть в нашей конституции записано что когда есть какие-то подозрения на на то что неадекватный то президент или любой другой чиновник и прочее и кроме этого нет нет скид других поводов до снятия то есть определенное тестирование мозговой деятельности адекватности человека который можно легко легко сказать после этого теста он адекватен или нет но заметьте что ни один демократ не присоединился к этому а у них большинство в сенате и в конгрессе так что нет не будет никакого байдена тест может а не будет пока да а сорос не решит что пора его убрать вот я как раз хотел сказать может просто времени подошло потому что если они хотят там там целая игра идет дело в том что камала харрис если она получит трон до истечения первых двух лет этого срока то она не будет иметь она будет права один раз переизбираться будет считаться что у нее полный срок если она получит через два года и один день после начала срока тогда она сможет переизбираться два раза с другой стороны игра следующее им необходимо вбрасывать огромное количество денег занимая печатая обворовываем все равно выбрасывать и давать потенциальным людям которые таскать будут за них будут голосовать пытаясь убедить их что ничего не происходит наоборот у них жизнь даже приводит или улучшается то есть и нужно продержать это до окончания выборов выборов 21 22 года я думаю что если у них получится продержать байдена если он не начнет чуть такого уж совсем говорит а говорить делать там подпрыгивать отходить сторону на сцене и писать в уголок таких вещей показывает голую богу там кого-то вот если до этого не найдет они его продержат до сразу же после выбора 22 года а после чего они его будут убирать ставить команду или как спит они никого другого не могут как бы но за у нас сейчас такое неправовое государство что могут поставить хоть дворника васю который никогда в жизни не жил в америке но его мама сказала что он американец поэтому что что нам будет проделывать мы не знаем но мы знаем что точно значит все будет делаться для того чтобы обдурить народ и чтобы сделать вид что все в порядке все хорошо дать возможность захватить свои позиции укрепить свои позиции двадцатом году после чего она поедет по полной кстати на днях зиц председатель объявила внедрение расового подхода к выдаче господрядов то есть половину контрактов начнут отдавать фирмам принадлежащим представителям меньшинств доступ к бюджетной кормушке будет предоставляться по цвету кожи участников тендера ну если в чикаго совершенно спокойно мэр говорит о том что на мои пресс-конференции будут приходить только черные и коричневые люди и никто не судит или снимают ее в своей должности за откровенный расизм то вообще все суды у нас перестали работать до власть у нас перестала быть адекватной федеральная власть просто действует для того чтобы развалить соединенные штаты америки то есть полная фантастика и ну что ж то сказать если если у нас не хватит сил собраться и и что-то такое сделать двадцать втором году либо до двадцать второго года или знаю то так нам и надо слуги дьявол я имею ввиду средства массовой информации которые в большинстве своем принадлежа в подавляющем большинстве своем принадлежат к левому лагерю забили тревогу все больше родительских комитетов по всей стране выступают за полный запрет преподавания расовой теории в школах и вот сми обвиняют республиканских политтехнологов в том что те используют расовую тему для введения большой культурной войны и действительно когда когда кто кто читал например орвела да когда мы это говорим то это истинная правда и неоспорима когда они говорят это же самое то это наглая ложь то есть когда мы говорим о расе то это потрясающе а когда они говорят что либо о расе это это подоночиство их надо у людей выгореть и действительно родители начинают выступать на собраниях советов школьных советов и комитета начинают выступать и отдельные родители мне очень понравилось выступление одной молодой учительницы которая обращаясь скажем к родителям говорят вы должны вы вы представляете голос школьников они не имеют голоса вы должны отстаивать их интересы обращаясь к школьникам она сказала это ваш выбор вы стоите на передней линии это ваш выбор вы будете или жертвой или победителем поэтому не молчите задавайте вопросы и это беспокоит лево радикальное отребье кстати по опросам пятьдесят восемь процентов америка 58 процентов американцев негативно относятся к расовой теории считаю способом еще сильнее расколоть страну и действительно это попытка расколоть страну как вы справедливо заметили эти марксистские идеи заменили просто слова там рабочий на раньше раньше все было классовая непримиримые антагонистические отношения между классами нельзя примирить буржуев и рабочих выяснилось чистый бред что рабочий может в любой момент отложить пенсию вложить свои деньги куда-то и стать таким же точно участником процесса теперь с другой стороны одновременно буржуй бежит и начинает работать потому что ему надо вкалывать потому что ему не хватает денег должен кому-то платить это не сработало не знаю что они работают значит след следующее было найти какую-то группу населения как маркс когда-то нашел группу рабочих вот он прошел один раз он был даже на заводе рядом с ним видел этих чумазых людей ему они очень не понравились но они кроме того отличались от того общества с которым его взять за счет которого он жил энгельс они очень отличались и он увидел что вот пожалуйста они такие такие значит там есть обязательно антагонизм и построил всю свою теорию марксизма о том что между двумя классами работающих и тех кто значит работодателями есть антагонизм сейчас выкинули вот это слово работающие работодатели и тому подобное поставили классы и на вас поставили расы и выяснили что белая раса во всем миновато и она значит изначально вот ты родился белым значит ты родился расистом причем слова расизм воспринимается как плохое отношение белых по отношению ко всем остальным а плохое отношение черных по отношению кому-то воспринимается как это у него было тяжелое детство поэтому он стал так ты же воспринимается нам говорится ну так идиоты которые верят этому господа ну идиоты душа я могу сказать если вы не верите в то что все вот из-за раз происходит то ну я не знаю тогда таскать тогда нам с вами не надо слушать одной же радио значит и закон теперь джун кинг это новый федеральный закон который подписан впервые по моему в истории америки подписан не только президентом но и вице-президентом день освобождения рабов то есть вся страна теперь будет праздновать день освобождения республиканцами демократических рабов потому что на самом деле республиканцы освободить от рабства так что получается вот изменяйтесь переписывать историю это любимое дело любых победителей к сожалению ну в общем то да когда мы говорим что в академии переписывают историю несмотря на то независимо от того кто находится в белом доме кому принадлежит так сказать большинство в конгрессе они всегда чувствуют себя победителями они всегда академия всегда этим занимался левая абсолютно организация которая и переписывает историю и мне очень нравится когда мне начинают рассказывать что вот кто объективен в америке это ученые вот у меня такое ощущение что более необъективного продажного и легко управляемого так сказать вот конгломерата я не знаю группы населения просто нет абсолютно я бы я кстати сегодня мне довелось этой темы коснуться вскользь и в частности и проблема вот этого глобального потепления афера город получившего нобелевскую премию конфликт интересов доктора фаучи с этой пандемии то есть и все ссылаются лучше вообще вот это вот эта фраза в конгрессе в в устах демократов звучит просто но бесстыдно часто сайн 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 с на самом деле все решения которые принимаются носят с собой абсолютно политическую подоплеку никакого сайн с там нет потому что ученые которые представляют иную точку зрения которые не менее ученые чем те ученые которые за 30 серебряников готовы преподнести любой результат им затыкают рот их лишают права слова и мне дают сказать так что да они говорят чтоб она и все ученые абсолютно подтверждают что глобальное потепление это результат деятельности они не это обман сейчас она совсем мало времени осталось но я обязан сказать фразу придумал оба вернее кто-то из его круга и он первый вел это через твык он написал 97 процентов ученых подтверждают что глобальное потепление существует нигде не было сказано что они говорят что человек имеет какое-то к этому отношения во-первых как они посчитали этих ученых никто не знает нет я скажу как не знают они сделали опрос по значит даже не опрос они просто сделали подсчет по гуглу значит по рецензиям а ученых на то что действительно есть теплее и и не теплее никакого отношения к тому что человек виноват или не виноват этот так называемый опрос не имел после чего после оба мы все стали писать и добавлять фразу о том что мэн мэйт леон к сожалению времени больше не осталось мне остается только поблагодарить вас как всегда очень интересно и спасибо всем за следующей встречи до свидания